Опытные агрономы знают, какую роль в развитии росте аграрных культур играет подкормка. Садовод-любитель Олег Корняков сегодня специально приехал на выставку. Он уже нашел оптимальное средство. Мы выращиваем картошку, у нас около где-то двух гектар. И одну из задач, которую мы всегда ставим, это повышение урожайности. И я искал химию, которая бы могла это сделать, при этом, чтобы это не вредило обязательно здоровью. И вот я пришел сюда воспользоваться продуктом, которым мы уже не один год пользуемся. «Нанокремний» позволил увеличить урожайность примерно на где-то 15-20%. Я сам был удивлен. Речь идет об отечественной разработке. «Нанокремний» – удобрение нового поколения, быстро набирающей популярность. В его пользу говорит экологичность и экономичность. Применять его можно и с другими видами ухода. У компании «Нанокремний» есть все необходимые сертификаты качества. «Мы представляем микробиологическое удобрение, инновационная разработка российская. «Нанокремний» – в мире не так много подобных разработок. И вот на данный момент ученые европейские и наши определили, что именно кремний является проводником всех элементов. Он помогает усваивать основные элементы фосфор, калий, азот. Мы рекомендуем использовать его вместе с опрыскиванием гербицидами». «Нанокремний» помогает пережить температурные стрессы, как морозы, так и засуху. Укрепляет стебель, помогает в усвоении элементов и повышает урожайность и качество продукции. При этом его частички настолько малы, что растения с легкостью их усваивают. «Вы используете, например, 100 килограмм на гектар удобрения, у вас будет усваиваться 50%, но с кремнием у вас будет усваиваться намного больше. То есть это плюс еще где-то 30-40% усвоения дополнительно. Также на пшенице была клейковина больше, чем без применения нанокремния. И полегаемость культуры также невысокая из-за того, что укрепляется стебель культуры». «Сто грамм на один гектар – две обработки в год. Этого будет вполне достаточно, чтобы оценить силу кремния».